закатываем красавца такого north silver 545 сейчас определимся с местом где как он будет стоять и сделаем обзор помыли подготовили лодку мы после дороги из питера лодки возим эти контейнерах и выставили в торговый зал лодка north silver 545 fish сразу проговорим чем отличаются fish и fish sport в современном обозначении лодок north silver потому что до сих пор идет путаница fish это скажем так полу гражданская версия такая носовая fish платформа у обоих моделей одинаковая но сзади у fish серии идет диван а у fish sport на этом месте находится задний подиум платформа для спиннингиста в этой платформе находится аэратор рундуки две таких сидушки складываемых это fish sport of fish серии находится вот такой диван как нам кажется это более для наших условий для наших рыбалок более уместно хотя лодки берут и те и те первый раз мы привезли именно 545 задним диваном фиш серии поэтому решили снять обзорчик такая большая широкая лодка давайте сначала снаружи первых в базе идет двухцветная покраска в данном случае бордово-черное исполнение мы именно специально такой цвет заказывали темнее это не алла красная именно бордовый смотрится очень хорошо кстати вот на на камере он смотрится поярче чем в реальности в реальности потемнее даже бордовый цвет это видимо видеокамера вносит свои коррективы вот бордово-черная краска краски полиуретановые итальянские красится полностью лодка внутри и снаружи но сразу по планшер экструзионный планшер многофункциональный в него сразу жестко монтируется привальный брус то есть вот он смотри как он стоит хорошо ровный не на каких-то мне крепежах он просто заправляется именно в планшер собственно сам планшер какие функции несет у него монтируется привальник к нему пристегивается на специальных застежках тент ходовой и транспортировочный в нем также сразу организован ты пас потому что стороны видно ты пас законцовки сделаны из нержавейки и впереди также все очень аккуратно смонтирована вот такая нержавейка дно 4 миллиметра алюминий борта 3 миллиметра алюминий используется импортный германия насколько я знаю рис так называемый утки утки из нержавеющей стали складывающийся компании этот вот вот качество видно габариты выполнены светодиодные фирма аскулатти вот здесь интересные крепежи из нержавейки для съемного тента позже покажем сам механизм высота транса xl в стандарте идет у этой лодки но можно заказать и л высоту данная лодка xl две площадки широкие большие для кондюсеров еще для каких-то датчиков эхолокации дно крыло чайки здесь выполнено выполнено это для большей устойчивости для более легкого глисси выхода на глиссирование ну вот видно здесь все как смонтировано спецификации к лодке было указано что лодка комплектуется фильтром сепаратором но так как мы его не нашли решили снять открутить вот здесь кстати вот на саморезах лючок с прокладкой герметичной открутили лючок вот он находится в рецессе фильтр сепаратор стоит помпа стоит помпа не автоматическая управляется из кокпита клавишей ну все видно что все проходные отверстия обрамлены в салоне также это все было сделано лодка с ярко выраженной килеватостью на миде ли 21 градус на корме 17 вот был вопрос кстати где располагать номер на такой красивой лодочке мы на таких лодках уже номера изготавливали то есть вариантов два или изготовить его ниже да вот вот на этой части можно изготовить его здесь расположить тогда он влазит даже по всем гостам можно расположить повыше вот здесь сделать его покороче а если хочется повыше и покороче ой повыше и по госту то можно убрать вот эту надпись вот эта надпись это наклейка аппликация то есть можно ее убрать она снимается тогда нормально становится номер по гостам по всем стандартам и в то же время не портится внешний вид лодки все остается очень красиво у нас кстати на парковке есть такая лодочка вот лодка зачехлена вот так вот выглядит номер это пятьсот шестьдесят пятая модель подлиннее немного вот так вот выглядит номер если его по нижней части наклеивать туда же не пришлось убирать надпись fish sport 565 забираюсь внутрь лодки тут конечно самое все интересно красота начнем наверное с носовой платформы носовая платформа просторная очень большой носовой треугольник сюда сюда при желании можно разместить и лебедку и моторгайд они не будут даже друг другу мешать также большое там пространство внизу скрытая установка лебедки вполне реализуемо мы на таких моделях уже лебедки монтировали внутрь вот ревизионный лючок можно его допустим убрать сделать лючок открывающийся при желании так вот лодка выглядит так рундуки здесь получается 33 у нас дверки в рундуке это один рундук сухой рундук комминг коммингс и реализованы профиль для коммингсов у норсильвера кстати тоже свой у них вообще в лодке используется несколько уникальных профилей это для стрингера коммингс и гелевой планшер и какой то еще замки используются фирмы перка качественные очень замки какой у них большой плюс они полностью герметичны то есть вот есть другие замки попроще хоть и рундук сухой хочешь коммингсами но если в эти замки попадает вода то она просачивается через вот неплотности и попадает в рундук с этими замками перка такого не происходит замки полностью сухие в этом их одно из отличий ну и сами по себе они очень крепкие массивные есть регулировка очень качественные фонитуры он очень просторный вентиляция есть для того чтобы если какая-то влажная одежда или еще что-то там находится чтобы это не брела потихонечку просушилась кстати вот по крышкам рундуков еще такой нюанс но он тоже значимый вот крышки сделаны рундуков вот так вот аккуратно снизу то есть получается моредек наклеивается заводится сюда и здесь не просто так все это брошено и там не какая там фанерка или какая-то резинка а полностью все это закрыто крашеным алюминием цвет лодки не это вот так выглядит очень хорошо аккуратно и самое главное что это гарантирует долгую службу и здесь ничего не отвалится со временем все они так аккуратно сделаны если посмотреть допустим дверка с синтеком все то же самое сделано аккуратные швы все заклеено и здесь прижата все крышкой алюминиевой алюминиевой пластинкой носовая палуба самая отливная во первых чтобы это не попало в центральный кокпит есть такая вот такая вот ступенечка и когда закрыта дверка то получается туда вода не попадает есть сливные шпигаты два достаточно большого такого сечения и все это сольется за борт и нити отверстия что еще по носовой платформе дополнительная опция была заказана установлена это дворник на водительское место на стекло дворник такого вида сама по себе щетка бескорпусная для лучшего прилегания пока не испытывали испытаем расскажем стекло в базе идет стекло 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 стеклянная идет в базе каленая рама очень жесткая все качественно принципе не вызывает нареканий каких-либо здесь предупредительная табличка вот есть на русском языке все теперь по стеклу что еще по стеклу вот еще я увидел что шарнир очень интересный сейчас я покажу шарнир вот такой вот сделаете получается шарнир на всю длину здесь есть фиксатор чтобы стекло вверх-вниз не съезжала фиксатор выполнен стекло без дополнительной перемычки это дверка эта дверка никаких перемычек дополнительных сбоку вот тут на углу ничего нету вот такие панели шикарные панели сейчас используются два вида это базовая комплектация могут использоваться два вида может быть панели вот такая глянцевая или может использовала или может второй вариант быть изготовлен по форме такая же панель но она будет выполнена текстурой как под кожу также она будет из пластика но текстура будет под кожу ну и пластик на более более мягкий используется очень простой бардачок здесь бы я тоже конечно поставил упор мы его наверно поставим сам по себе все здесь коврели на синтеком укутано мягко бесшумно все очень аккуратненько сделано две полочки сразу сделаны сливы хорошо что они сделаны ручка для пассажира на волнах держаться стоечки теперь уже по умолчанию монтируется такая перегородочка чтобы ничто не выкатывалась с панели не помню кто это первый раз перегородочку сделала в обзорах она фигурировала и после этого завод взял это на вооружение и по умолчанию ставить теперь такой бортик молодцы что прислушиваются здесь можно ставить эхолот и карплоттеры тут по моему на любой вкус и на любой размер их можно наставить не знаю что мы тут будем монтировать у нас скорее всего будет один и холод здесь стоять ну конечно сама сама по себе вот эта организация вот этой ниши даже в случае если будет всего смонтирован один эхолот ну скорее всего он будет удивить 9 дюймовый то вот эта ниша она сама по себе мне как рыбаку очень нравится потому что всегда есть что суда положить там телефоны сложить там еще какие-то там девайсы но всегда всегда мало места именно у водителя с точки зрения полочек поэтому хорошо что они тут есть бензобак бензобак кстати 130 литров в этой лодке в базе стоит это достаточно большая емкость я не знаю у кого такие же бензобаки по емкости в данной размерности прикуриватель стандартный набор клавиш дворник помпа бортовые огни белый огонь котик рулевой редуктор ультрафлекс используется рулевое колесо тоже ультрафлекс очень качественная стоимость стоимость такого рулевого колеса в розницу порядка двухсот евро по материалам используется материалы моредек именно оригинальный моредек они какие-то его заменители ковролин синтек используются вся мебель эти обтянута материалом шпрандлинг немецкий все эти материалы они именно для морского применения с антибактериальной пропиткой поэтому они не гниют в них не заводятся никакие там плесень грибки это именно то что должно использоваться во всех лодках сиденья сиденья это вот центре 2 американские сиденья также их компания north silver перетягивает свои 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 фирменные логотипы наряжает ткань также шпрандлинг немецкая ткань также в базе идет слайдер то есть вперед назад все это двигается очень удобно легко все это разворачивается сиденье снимается можно поставить носовую часть у меня вот еще идея есть поставить такой же подстаканник вот в эту часть потому что здесь очень шикарные большие кринолины на них прям думаю будет очень удобно при необходимости спиннинговать если поставить вот сюда допустим подстаканник можно хорошо сидеть на также сразу идет в базе дополнительный транец под докатку кому она нужна трапик будем монтировать под кринолин чтобы он не мешался здесь есть специальные трапики производства их которые монтируются снизу вот чехол чехлы идут в базе также если лодка где-то стоит без тента можно накинуть вот эти чехольчики они непромокаемые и сиденья всегда будут сухие снял кресло вот слайдер по перемещению кресла вперед назад тоже тоже производства этот получается рычаг вперед назад и вот этот барашек для закручивания вращения кресла можно его затянуть чтобы она не вращалась или ослабить чтобы она вращалась это стойка тоже поэтому доска защелка с фиксацией на фиксируется по мебели в базе мягкая мебель идет в черно-красном исполнении мы заказали индивидуальное исполнение черно-серое для того чтобы было не сильно ярко внутри салона вот так вот это выглядит я думаю что нормальное сочетание задний рундук задний рундук разборный как много как многие любят это обсуждать пожалуйста стенка снимается и можно убрать перегородку там и вполне себе лечь здесь спать так что по рундуку рундук это крышка она также на на защелках на защелки можно повешать замки защелочки как такие не нравятся с регулировки всегда можно отрегулировать да вот вот это вот регулируется как надо отрегулируется натяжение законтрагает можно и все будет крепко и не дребезжать в отличие от тех замочков которые без регулировки при монтаже они получаются или слишком тугие или дребезжат со временем и потом их уже не порегулировать мягкая мебель отстегивается здесь вот не валик как раньше было в младших моделях а здесь именно полноценная спинка сзади тоже на молниях можно отстегнуть поднимаем банку так что здесь мы видим масса аккумулятор аккумулятор мы перенесем в правую часть этого чехлы мы запихали и вот что интересно это тент ходовой тент тент был заказан отдельно от другой модели складывающийся ходовой тент для того чтобы он не на дугах постоянно лежал а лежал в рундуке потом мы его соберем поставим и посмотрим что тоже интересно было это вот это и мы открутили это опора дуги ходового тента вот интересный механизм то есть получается что по каждому по каждой стороне идет две таких опоры в них ставится ответная часть защелкивается стоит точно не поднимется ничего его ветром не сдует он стоит снимается вот кнопкой вот такое решение так что мы еще забыли так полки полки очень широкие вдоль бортов и будет отдельно также заказан был на не карман для подсака тоже от другой модели лодки от fish sport потом я назову все опции которые мы отдельно заказали получается широкие такие боковые полки они исполняют роль не только боковых полок но и для прохода наклинолины тут очень широко спокойно заходим наклинолин тут тоже есть для прохода все очень хорошо ходится ширина я думаю сантиметров 20 этой полки сейчас мы замерим ширину полки вот в этой части значит ширина получается вот так если приложить да получается даже 21 сантиметр здесь ширина полки примерно до 15 длина сейчас диму померяем длина полки 240 очень длинная получается полочку она идет прям от перегородки носовой перегородки начинается она получается вот отсюда плохо начинается и полностью идет вдоль всего борта этот рундук мы забыли еще вот это рундук но он позиционируется как рундук для аккумуляторов для тяговых хотя у кого нету мотор гайда какого-то другого электромотора очень просторный рундук сухой также вот видно там что технологические трубы заложены которые идут в носовую часть для проводки всех кабелей получается ниша под панелью чтобы понятно было так вот миша сделано и вот видно что вот эта полочка да она идет 2 пока до упора здесь тоже самое все также реализовано что сантиметров 15 также там есть закладные для проводки все продумано что можно из-под панели приборов разводить проводку в разные стороны само качество самой сборки электропроводки лодки нордсильвер в качестве блоков плавучести используется полиуретановая пена специального состава с закрытой порой по заявлению производителя она инертно к агрессивным средам то есть ее не разряд не разъедает там не бензин не что-либо другое плюс так как она у нее закрытая пора она не впитывает воду какие плюсы у пены кроме перечисленного уже во первых она очень хорошо гасит шум волны шлепков то есть лодка становится более сбитой более тихой она тихо идет по волнам ну и полностью лодка получается сбитая заполняются все отведенные места технологические этой пены она там находится на весь срок службы по комплектации и по цене вот цена на первый взгляд кажется достаточно высокой но надо иметь ввиду что у нордсильвера в базовую комплектацию включено практически все что требуется для лодки вот в данной лодке сейчас я перечислю что мы заказали отдельно все остальное это базовая комплектация заказали мы отдельно ну кроме того что сменили цвет мягкой мебели внутри да это на стоимость не влияет заказали мы отдельно карман для подсадчика это было со спортивной серии заказали мы отдельно дворник его нету в базовой комплектации и заказали мы отдельно от другой серии от спортивной складывающийся тент тента тоже нет в базовой комплектации все остальное это базовая комплектации я стекла каленые да вот эти консоли рулевое руль бак ну вот все что вы видите это все базовая комплектация вся вот эта отделка эти сиденья центре к 2 слайдеры все это в базе поэтому при сравнении лодок каких-то там другими производителями конечно для начала надо считать одинаковой комплектации потому что если смотреть допустим просто цену на сайте сначала кажется что там то лучше цена но если посчитать полную комплектацию еще не известно где будет цена выгоднее скажем так это такая ну я тоже сначала удивлялся такому подходу норсиллера что все в базе вот лодка практически там них любая лодка она в базовой комплектации полностью готова для эксплуатации ставится мотор и вперед там опции как таковых нету по большому счету там опции тент до дворник вперед стоечку ну-ка сядем 2 красота удочку в руки да так вот тент мы ни разу еще его не собирали сейчас проверили его комплектацию только поэтому сейчас включим видео и будем пытаться собрать его в чем особенность этого тента он складной у него дуги складные дуги складные здесь она сгибается за счет этого то что у нас складывается он вылазит в рундук такая вот его особенность все прозрачные окна пленки они все на молниях мы сейчас будем пробовать и собрать его и посмотрим как он будет выглядеть потому что мы ни разу еще не видели как выглядит тент на этой модели лодок и вот 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 поставили тент время посмотрим сколько мы его поставили принципе все нормально все логично собирается единственно что требуется регулировка после вот этого штука у него слабо висят тут здесь потому что по этим дужку надо поднять немножко дуги чтобы тент весь натянулся потому что мы сейчас слабо нет регулированный но вообще внешний вид вот такой принципе хорошая скажем так остекление тент отстоялся ночь отвиселся после этого мы его немножко подрегулировали подрегулировали подняв немножко вот эти опоры тем самым он поднялся вверх и натянулся теперь все натянута здесь нормально вот эти стойки но все они работают не вытащить если нажать то они снимаются если вот все защелку все такой такие вот быстросъемы интересная тент был тент лежал завода полностью разобраны то есть все части у него были отстегнуты задняя часть на молнии была отстегнута боковые были полностью на молниях вот отстегнуты и лобовая была тоже полностью отстегнута поэтому сборка его было подольше там по-моему 8-9 минут где-то ушло на сборку на первую без опыта вот а в дальнейшем сейчас мы попробуем его снять и положить внутрь не разбирая то есть оставив все вот эти боковинки все 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 не отстегивая сложить его прямо так вот целиком в рундук и тогда получается в случае дождя можно будет более оперативно его уже собранный поднять поставить на быстро съемы и застегнуть все крепежи сейчас мы с андреем будем собирать тент первый раз в жизни тент такой конструкции сейчас андрей подожди я залезу 05 мм застегнут 05 мм и 05 мм 05 мм Субтитры сделал DimaTorzok 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 трапик эхо локация и после того как мы все это полностью установим лодка опять поступит наш торговый зал поэтому следите за нашими каналами соц сетями после того как мы скомплектуем лодку мы сделаем обзор уже по готовой лодке и и и и и и и и и